Друзья, всем привет! В этом коротком видео хочу поделиться с вами такой победоносной стратегией духовной войны и победоносной жизни во Христе на основании Евангелия от Матфея 5.44. Мы все знаем с вами это местописание, но я хочу вам немножечко показать глубже именно стратегию сатаны и стратегию победы нашу, когда враг имеет что-то против нас и когда он нас атакует каким-либо образом. Итак, прочитаю вам это место, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И мы с вами знаем, что это сказал Господь, значит это мы должны делать и это Божье сердце, это то, как оно должно все выглядеть, настоящее христианство, настоящее христианское сердце. Но опять же каждый из нас знает, что не так просто, когда кто-то что-то имеет против нас, особенно если это происходит несправедливо и мы получаем какой-то ущерб делать вот это. И я сегодня хочу показать вам, как это делать, чтобы это было понятнее и проще. И вот в чем момент. Задача дьявола, она не сводится к тому, чтобы вас просто атаковать и нанести вам ущерб. Она идет глубже. И вот в чем его стратегия. Сначала он вам каким-то образом вредит. Кто-то что-то у вас, допустим, украл или что-то там разрушил из вашего имущества, или сказал какие-то обидные слова, или оклеветал. И это как бы ущерб, который дьявол вам наносит здесь и сейчас. Но он хочет пойти дальше. Стратегия его пойти дальше. И пойти куда? Пойти внутрь вас. Через обиду, через непрощение, через ненависть какую-то. В общем, через семя горечи, которое поселяется в ваше сердце из-за того, что вот этот вот ущерб вам нанесен каким-то человеком. Потому что дьявол это сделал через человека. И мы видим человека. И этот человек становится в немилости нашей. И вот в чем стратегия врага, друзья. То есть у него есть шаг номер один. Это непосредственный ущерб принести. И шаг номер два. Это поселиться внутри нас. Посеять свое семя горечи. Посеять семя обиды, непрощения и ненависти. И это намного страшнее. Это садит нас в клетку. Это подсаживает нас на неправильные, в принципе, мысли. Мы начинаем идти не туда, когда мы имеем какие-то обиды, какие-то непрощения. И вот победоносная стратегия. В чем же она заключается? Как раз в Евангелии от Матфея Иисус об этом сказал. Нам нужно молиться. Нам нужно искренне благословлять тех, кто причинил нам ущерб. И здесь, друзья, это прям очень важно. Потому что враг в этом месте проигрывает. Помимо того, что не воплощается второй шаг его стратегии, но вы выступаете в контратаку. Тем самым человек нанес вам вред. Дьявол через этого человека нанес вам вред. И мы с вами берем и начинаем молиться ревностно, от сердца молиться за этого человека, благословлять все сферы его жизни, молиться за его спасение, за его покаяние, и искренне благословлять, чтобы житницы его были богаты, чтобы он был вообще, имел всякое довольство, и так далее, и так далее. И это удивительно. И это победа. Дьявол пришел к вам с одной целью, но его цели в пух и прах рассыпаются. И чем эта стратегия еще прекрасна, друзья? Да тем, что дьявол, по сути, всегда проигрывать начинает. Всегда начинает проигрывать, и ему уже трогать вас даже невыгодно. Потому что, представьте себе, он наносит вам ущерб через какого-то человека. И вместо того, чтобы его планы там как-то воплощались, вы берете и начинаете молиться за этого человека. Так молиться, так разрушать дела врага в жизни этого человека, что врагу мало не покажется. И вот в этом вот победа, друзья. То есть, вместо того, чтобы на кого-то огорчаться, на кого-то обижаться, мы берем и бьем, делаем вот эту контратаку, благословляем, благословляем. Вот именно благословляем. Вообще, в благословении есть великая сила. Помните, написано, что благословляющих Иерусалим, благословляющих Израиль, Господь благословит. Когда мы вообще, в принципе, за кого-то молимся и благословляем кого-то, мы в свою же жизнь высвобождаем очень сильные вещи, потому что это семя, это духовное семя. Когда мы, допустим, финансы в кого-то сеем, в какое-то служение, это семя, и Господь будет умножать это, давать свой плод. А здесь мы сеем свои молитвы, мы сеем свои молитвы и свои благословения в какого-то человека. И это тоже как семя. И это семя идет как в его жизнь, так и возвращается в жизнь нашу, друзья. Поэтому вот такой момент. И вкратце еще раз на примере хочу это показать. Допустим, представьте себе, вот у вас есть машина, и вы слышите сигнализация на вашей машине, вдруг сработала. Вы выглядываете там в окно, и видите, что какой-то подросток разбил стекло вашего автомобиля. Ну или не подросток, не важно, человек разбил стекло вашего автомобиля и вот убегает. Вы видите, что вот он, вот он этот человек. Как бы есть тот самый обидчик, который причинил вам вред. Небольшой вред, но все-таки вред. И вот проигрышем что будет? Проигрышем будет горевать, унывать, обозлиться на этого человека и так далее. Проигрыш. Победа. Шаг номер один. Мы не обижаемся, а искренне и мощно начинаем молиться за этого человека. Вот прям искренне и мощно. Искренне и мощно. Ах так, враг. Ты решил нанести мне ущерб? Сейчас мы поговорим. Во имя Иисуса Христа я благословляю этого человека. Я сокрушаю все дела врага в его жизни, всякую ложь в его разуме, всякое насаждение в его сердце неправедное. Я провозглашаю покаяние в его жизни и спасение. Я благословляю все сферы его жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. И вы продолжаете за него молиться, продолжаете за него молиться, продолжаете молиться за этого человека, который только что разбил вам это стекло. После этого вы можете, в соответствии со словом Божьим в притчах 6.30-31 написано, что враг, будучи поэм, он должен вернуть всемиро. Вы можете востребовать это просто. Дьявол, ты через этого человека сейчас прикоснулся к моему имуществу, нанес вред, разрушил что-то. Всемиро требую обратно. Во имя Иисуса. И также мы можем, недавно я записывал видео, объявить это семенем. Объявить потерю семенем. Когда вы просто, ну, ущерб вот этот понесли, вы говорите, я объявляю это семенем, в покаяние этого человека, который сейчас разбил мне стекло. И когда вы приезжаете в салон, чтобы вам поменяли стекло, вы также высвобождаете это семя в покаяние тех людей, которые работают в этом салоне. И вот она, невероятная победа. Враг хотел сделать вам ущерб, но победа во всех сферах. Во всех сферах. Во всем совершается победа. Да, у вас есть какая-то вещь, которая неприятна, ну и что, друзья? Ну и что? Мы высвобождаем Божье Царство. И, конечно, на примере разбитого стекла это небольшая, конечно, потеря. Бывают намного более страшные вещи случаются. Но принципы одни и те же. Принципы одни и те же. Будь то разбитое стекло, или будь то, не дай Бог, ну ладно, я не буду говорить какие-то вещи. Но, в общем, я думаю, что понятно. Отец, помоги нам побеждать. Всегда и во всем благословлять Божие. Всех тех, кто нас обижает, понимая, что это не эти люди, Господь, а прежде всего враг действует через них. И пусть наша брань всегда будет не против крови и плоти, но против от духов злобы поднебесной, против дьявола, который стоит за этими людьми. Спасибо тебе, что прямо сейчас ты вооружил нас еще одной победоносной стратегией. И я молюсь, чтобы каждый, кто услышал это слово сейчас, он действительно применял его в своей жизни, когда будет сталкиваться с вещами, которых враг пытается что-то украсть. Спасибо тебе, Отец, что ты снаряжаешь нас для победоносной жизни в тебе и для распространения твоего царства во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Благословляю вас.